Так он, если не нарушаешь, то тебя абсолютно никто не трогает, и комфортно. Там мясо пошло. Главное еще, чтобы платили за это деньги, да? Огромнейшие деньги выделяются на том, чтобы не рискократились больше. Эээ, давайте остановим нашу дискуссию, там помощь нужна. Человеку плохо. Его пакуют. Смотрите, как у тебя? Ну, он что-то не то, видимо, сделал, и его почему-то решили покатать в автозаке. Бесплатная доставка, видимо. Так. Ух ты, там мясо пошло. Ебать! Ебатюшки, там ментов пиздит даже. Ну, грубо выражаясь, а мягко. Так, что тут дела есть поважнее, чем Стамбульская конвенция. Но парня пытаются увезти, а есть люди, которые не дают этого сделать. А полицейские почему-то возражают. Но как бы говорят, что неплохо было бы его покатать. Он паренек молодец, смелый. Бля, только бить полицейских не надо. Все-таки мы цивилизованная страна. Я смотрю, уже полицейским достается. Просто проблема будет у той же Глории за тот же самый митинг. Бля, это не надо делать. Ребята, не время, блядь, ну... Ой, блядь, чтобы у нас в Латвии на народном месте полицейские такие же люди, как и протестующие, ребят. В большинстве своем. Блядь, ну... Не надо было это. Вот это делать не надо. На провокацию это, если честно, не похоже. Но... Хотя провокации можно считать со стороны полиции. Я не знаю, почему так случилось. Почему так произошло, но... Да, ничего не предвещало беды. Вроде бы нормально все протестовали. Что он сделал? Он просто не отошел. Мала, когда его просили. А-а-а. Он просто не отошел, непогая, мама. Мала, там стояли... А он снимал или просто стоял? Ну как, он просто стоял, он вообще в пикете не участвовал. А-а, даже так? Бред какой-то вообще. Ну тогда это все меняет, потому что провокация со стороны полиции. И... Полиция спровоцировала это действие. Они сейчас взяли самого невинного молодого мальчика. И снял на окопойку. Ну тогда надо помочь парню, без вариантов. Я просто отпустите его, и конфликт будет исчерпан. Зачем полицейским поступать непрофессионально и развивать тогда конфликт? Здравствуйте. Я понял, больше не буду. Давайте потом... Смотрите, идет протест против Стамбульской конвенции, и парни просто ничего реально не делал. Стоял молодого паренька, скрутили. И полиция фактически спровоцировала этот конфликт. Для чего это было сделано, непонятно. Может быть, увести внимание на какой-то период? А может, была другая причина, я ее, честно, не видел. Увести внимание. Что просто? Может быть. Ну, в принципе, упрекнуть полицейских вряд ли можно было в чем-то таком. Все было вообще отлично. Но, видимо, какое-то недоразумение, но когда толпа людей, то это очень легко. Да, он типа просто стоял, он не может отойти. Он типа, ну, как вот мы стоим. И они его скрутили, и все. Надо кого-то выпустить. Поэтому и началась паника. Типа, он не провоцировал ничего. А партой? Мы подняли, мы провокации. Давай. И обьем спустим, нет. У нас есть свидетельство. Поэтому мы подняли, мы провокации. Давай, оставим вирус. Мы провокации в десятоках. Айва. А, ну, смотри, там может быть провокация для того, чтобы увезти людей, что их... И вытащить камеры. Смотрите, 10 маргиналов пришли на митинг. Хороший ход. Они типа, установить персону, он мне сказал. Что установить персону, и тогда они его отпустят. А зачем устанавливать персону? А на то народ разогнать. И если сейчас притащить видеокамеру и сказать, что там было 10 ватников, это грамотный ход. Ладно, мы возвращаемся на исходную. Там, в общем, получается как? У этого парня типа машину не дают уехать. Вот эта смелая бабушка с этим молодым пареньком. Хотя их тоже быстро сейчас поставят на место. И тут непонятно, где провокация и цель. В чем? С одной стороны, они отводят внимание. Это хорошее решение. От чего отводят внимание? Потому что сейчас у нас фактически САИМ пустой. И теперь у нас вокруг этой полицейской машины основной кипиш. Но, да, жестко опять же полиция себя не ведет. А вот идет этот самый главный, который всех снимает, всех имеет. Ну, какие люди. Ты там делаешь все время видео? Привет. Да. Хочу к тебе в гости, приглашай. Ну, давай приходи. Второго числа до АТО-центра у нас в Конгрессе. Второго числа в 12 начинается. Меня пустят? Ну, скажи, что я пригласил. Его тоже? Давайте, да. Спасибо. Не думаю. Ничего не против не имею особо, конечно. Ну, так ты приди, поговори. Вот поговорить надо будет. Короче, какого числа мы идем? Второго? Все. В парламенте. Ну, Шлессерс красавчик. Айвор, смотрите. На него все равно не свистят, не трещат. Видите, как к нему люди все-таки. Он может стоять с людьми. Это, по крайней мере, позитивно. А вот дамочка интересная у нас. Видим ее, да? Так, еще один представитель пришел. Ну, короче, тут собрались все товарищи маргиналы. Назовем их так. Город засыпает, просыпается мафия. Хотя можно также сказать, как я обычно говорю, Карин, что он всегда в толпу народа залазит и кричит, что я из народа. Ну, я думаю, что Глории и Шлессерсу можно делать исключение. Думаю, можно. Но, по крайней мере, в этом вопросе уж точно. Вроде бы тысяч 10, наверное, или 8 трансгендеров, которые будем родить. Это вам, где вы так насчитали? У вас какая-то статистика есть? У вас, это самое, людей тут не считают уже с какого-то года, да? Там вообще даже не знаю, сколько власти и жителей, а вы знаете, сколько трансгендеров. Это кто вам рассказал? Кто вам за это заплатил? Кто вам дает деньги за это, чтобы такую пропаганду развивать? Ну, просто напряжение. Зря ты к нему подошел. Лучше к кому-нибудь другому. Вы работаете или что? Ну, это просто... Я понял, тикток это супер, но если вы говорите глупости, в тиктоке можно разные глупости говорить? Скажите, где статисты, как конкретно? Это хороший тикток. Сейчас поткнется, вот всем будет весело. Поскакал от коза. Отвайсайм. Ротанс, отвайсайм. Ротанс, отвайсайм. Я, насколько знаю, эти люди, они стоят очень по смене пола на какую-то операцию, потому что он... Да, 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 перестаньте. Это у вас в голове кто-то стоит такого. А смотри, у тебя есть дети, да? Дети есть у тебя, конкретно, конечно, есть. Я сейчас чувствую, Никитин не дослушает и до конца, и у него на лице написано, что поговорит он с ним по-другому. Я согласен на это. Девочка моя, встань, мальчик. Молодец, кто? Этот или вот этот? Вы просто-напросто не отец. Мы мудила с Южного Тагила. Вот и все. Это депутат выражается. Это вырежем анонс? Ты еще в Украине не видел, как выражают. Это нельзя допускать. Идите для того, чтобы политики не понимают. Если вы такую просто позицию делаете, вы просто-напросто разбавляете мозг. Угис Эйтудыр, я, наверное, сказал на твоем языке. И когда таких мыслей не может быть? Попытайте ситуацию, что у вас возникает ребенок. И к податку воды, да? Ну, это вроде как, может, от Латгальского округа, но он вроде как рижский уже и прописан, вроде, здесь даже. Да, конечно, конечно. Если мы не будем допускать просто-напросто извращенцев к его воспитанию. Извращенцев, допустим, надо отбросать. Да, Украине слава, но конвенцию отменить по-любому надо. Я человек в советское время, за это садили в тюрьму. Я считаю, правильно. Потому что нельзя включить детей и вращения. Ну, как, ну за что-то... Так, там завязалась потасовка. Сейчас точно с локтя. Да, это Никитин ему зарядит, он встал в позу, смотрите. Я был маленький мальчик, я сам представил, когда в Советском Союзе у меня был такой... А его, блин, ты просто не тем занят, понимаешь? Иди за ним. О, пошла жара. В конце концов, это было... Все, началось. Тинь-динь-динь-динь-динь-динь. До сих пор это день-динь. О, скрутили пацанчика. Просто надо ходить в тюрьму и кастрировать еще. К тому же. Да? О, скрутили пацанчика. 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 Вот интересно, он часто так делает? Он же заходит сам в столбу, пришел, когда людей стало поменьше и кайфует. Смотрите, истинное наслаждение у паренька. Смотрите, истинное наслаждение, истинное наслаждение.